А вот смотрите, наставник, консультант просто, например, вот человек называется консультант. Трансформационный, коуч. Ну это то, что на рынке, вот он, рынок, дикий рынок. Дикий рынок наставников и коучей поражает не только количество наименований разных специалистов в сфере обучения, но и число самих участников. Бизнес-тренинги сегодня ведут тысячи человек, и далеко не у всех есть знания и опыт в сфере бизнес-продвижения, рассказывает директор Центра корпоративного развития одного из самарских вузов Елена Яшина. Чтобы навести в этой сфере порядок и подготовить действительно знающих специалистов, в экономическом университете начали обучать бизнес-тренеров, но пока в рамках курсов повышения квалификации, поскольку по закону самостоятельной профессии в России пока нет. Поэтому инициатива парламентарьев о введении соответствующих простандартов – решение закономерное, тем более, что некоторые бизнес-структуры регулярно пытаются взять эту сферу под свой контроль и заработать на сертификации специалистов. Слава Богу, мне кажется, после введения профессии, именно после проработки профессиональных стандартов, решится вопрос навсегда. То есть сертификация неплоха, как дополнительная история, но профессиональный статус сразу изменит ситуацию. Ну, единственное, у меня взгляд, знаете, на это какой? Я считаю, что это должно быть не отдельное совсем направление, а это все-таки должно быть в рамках менеджмента, потому что это в какой-то степени управленческая деятельность. Другое дело, что самозманцы все равно найдут способы обойти закон и нажиться на тех, кто ведет свою сомнительную рекламу. Ну, например, они будут говорить, что они там специалисты по развитию, потому что это запрос толпы, и здесь толпа, она бежит как раз в ту сторону, где ее приманят. Я думаю, они просто будут по-другому себя называть. Это просто, на самом деле. Мы это уже тоже проходили, потому что подобные попытки, они были. Законопроект коснется и профессии коуч. На рынке России работает до 5000 сертифицированных коучей. Действующих членов Международной федерации коучей в нашей стране порядка тысячи, но практикуют эту деятельность гораздо больше так называемых экспертов. Иногда, не имея необходимых компетенций, коучи могут впустую потратить время клиентов, причем за приличные деньги. А могут и вовсе нанести психологический вред, отмечает директор представительства Международного Эриксоновского университета коучинга в России Анна Лебедева. Когда человек пользуется услугами специалиста, он не знает, имеет ли специалист обучение, и ему надо это спросить. И если этот специалист коучингу не учился, я бы посоветовала вам воздержаться от использования его услуг. Так как у коучинга есть четкие нормы и понимание, в каких ситуациях необходимо остановить коучинг и воспользоваться, и предложить клиенту воспользоваться услугами другого специалиста, то человек, который коучингового образования не имеет, не будет знать, что он делает уже что-то не то. Так, сейчас мы будем командой проводить тимбилдинг, командой сели. Почему? Командой не любит друг друга никто. Светлана Макушева – кандидат экономических наук. Много лет занималась бизнес-консультированием по работе на финансовых рынках. Имея за плечами защиту диссертации и успешные кейсы, Светлана вновь учится в магистратуре по направлению психоаналитическое бизнес-консультирование. И очень рассчитывает, что новый законопроект не станет препятствием для опытных профессионалов. Почему, например, кандидат экономических наук не может быть бизнес-тренером, если его квалификация – это корпорации, работа с бизнесом всю жизнь? Почему он должен получать бумажку о том, что он бизнес-тренер? У него в пять раз больше квалификаций, чем у того человека, который просто прошел двухмесячный курс и стал бизнес-тренером. По словам инициаторов законопроекта, утверждение профессии коуча и бизнес-тренера поможет объективно оценивать качество предоставляемых ими услуг, а также контролировать возникновение на рынке очередных сомнительных курсов и марафонов личностного роста. По данным социологов, каждый второй россиянин хотя бы раз в жизни обращался за услугами коучей и бизнес-тренеров. При этом лишь 21% из них проверяли перед занятием наличие у специалиста диплома об образовании. Законопроект могут рассмотреть в весеннюю сессию.